Это очень интересное видео. Особенно советую посмотреть его тем, для кого интересны зимние путешествия с прицепом. Вы узнаете, насколько важно иметь в вашем доме на колесах автономное питание. Почему так необходим подвозной бак в тягаче? Почему зимой надо отсоединять вертикальный канализационный коллектор в прицепе от горизонтального? Почему при отсоединении тягача от прицепа электрические разъемы надо прятать в целлофановые пакеты? Как развернуть прицеп на очень узкой площадке, не отцепляя при этом тягач? Какие меры безопасности при этом необходимы? Чего всегда не хватает караванеру во время путешествия? Почему во время путешествий зимой необходимо иметь цепи противоскольжения и как в прицепе работают тормоза наката? И все это наглядно на реальном живом примере в этом ролике. Итак, преодолев 450 километров, мы приехали в первый финский кемпинг Раухалахти, который забронировали заранее. Для нас расчистили площадку, но воды нет. Электричество, пожалуйста, но все краны с водой в кемпинге законсервированы. Отсутствие воды на месте стоянки во время путешествия для опытного караванера не является серьезной проблемой. У меня в тягаче всегда есть подвозной бак, в котором я привезу воду и заправлю прицеп. Кстати, это одно из преимуществ именно прицепа. Для заправки водой автодома его нужно весь везти к источнику воды, а для этого порой спящую семью нужно будить, сворачиваться и т.д. Неудобно. Владелец прицепа просто поедет за водой на тягаче, а прицеп как стоял, так и будет стоять. Так вот, в этот раз по какой-то невероятно непонятной причине подвозной бак я забыл. Не взял и все. До сих пор не понимаю почему. Целый день в дороге, а воды нет. Душ в прицепе не работает по причине отсутствия воды. А идти куда-то мыться, а затем по морозу назад, это как-то не по-караванерски. Отцепив прицеп, я сел в свой тягач и поехал искать хоть какие-то краны с водой, чтобы переместить прицеп и иметь все прелести путешествия с полным комфортом. И, о чудо, я нашел. Но для этого надо было поднять прицеп на вершину горки с уклоном в 30 градусов и встать на очень узкой площадке, причем поднять прицеп по гололеду. Время час ночи. Что делать? Я рискнул. Даже не столько из-за воды, хотя из-за нее тоже. Мне было очень интересно узнать, справится ли мой тягач с такой непростой задачей. 30 градусов, подъем с прицепом 2,5 тонны по гололеду. В общем, я его поднял. Вода есть, а вот площадка настолько узкая, что о развороте не могло быть и речи. Да, чуть не забыл. Вода-то была, а вот подключиться к электричеству невозможно. Его на той маленькой узкой площадке просто не было. Тут прошу обратить внимание новичков. Насколько важно иметь автономное питание. Если бы у нас его не было, мы бы попали в безвыходную ситуацию. За бортом мороз минус 30. Отопление, хоть и от газа, но насосы не работают. Мало того, что в 2 часа ночи сложно найти запасное жилье, так мы бы прицеп просто разморозили. За ночь внутри замерзли бы все жидкости и система отопления просто бы не запустились. Но это у тех, у кого нет автономного питания. А у нас было. И так мы в тепле, уюте, с водой приняли душ и легли спать. Настал следующий день. Мы забрались туда, откуда вылезти без цепи невозможно. Наверное. Поэтому компания собралась ради того, чтобы поглазеть. Три магазина отзвонил, говорит, у нас Туль не выпускает на такие колеса. В итоге нашел какой-то фирмы, единственный. Заезд здесь совсем узенький, тоненький. Будет интересно, конечно, поманеврировать задом. Мы стоим на возвышенности, на холме. Вот она должна зацепиться вот за эту. Вот сюда, вот так. Вот. Затем свободный конец, ну вот сюда. Но она еще тут болтается. Так. Пытаемся сделать прицеп. Пока что. Ради того, чтобы цепи одеть получше. Вот тут хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что отцеплять прицеп от тягача, для того, чтобы его развернуть. А действительно, столько мужиков, нет ничего сложного. Просто отцепить и развернуть прицеп руками. Но мы находимся на вершине горы. За этими домиками обрывы, а площадка скользкая. Чтобы развернуть прицеп, нужно маневрировать в непосредственной близости площадки, которая находится немножко под уклоном. И в этом случае отцеплять прицеп от тягача ни в коем случае нельзя. Отцеплять прицеп от тягача можно лишь в том случае, если вы находитесь на абсолютно ровной, сухой площадке. И у вас есть стопроцентная уверенность, что прицеп не покатится самопроизвольно. Потому что если вы находитесь на уклоне, и у прицепа неисправны тормоза, то отцепив прицеп от фаркопа, он может покатиться так быстро, что вы его просто не удержите. И вы можете себе представить, что в этот момент в прицепе могут находиться ваши дети и так далее. Поэтому в данной ситуации прицеп нельзя было отцеплять. Это очень серьезная мера безопасности. И вот когда я в прошлый раз публиковал этот ролик, было очень много комментариев, о чего никто не додумался его отцепить. Вот это яркий пример того, что ни в коем случае нельзя руководствоваться комментариями случайных неопытных людей на всякого рода форумах и иных интернет-ресурсах. Нужно руководствоваться исключительно и только инструкциями и советами опытных караванеров. Прицеп отцеплять от тягача можно только тогда, когда вы находитесь на ровной сухой площадке. Только в этом случае можно отцеплять. В данном случае этого делать было нельзя. Ну, как вы видите, помощники были по большей части болельщиками. Вот, за что им большое спасибо. Ибо, значит, ну вот иногда мне помогали там, показывали где-то что-то, как-то. Но в основном я справился с задачей сам. Вот мне нужно было попасть вот именно в эту нишу. И видите, уклон, да? Уклон и сзади, можно сказать, даже обрыв. Да, и, естественно, ни о какой отцепке прицепа от тягача не могло быть и речи. То есть вот я туда все-таки прицеп загнал. Вот. Ну, нельзя сказать, что это было там суперсложно. Ну, у меня получилось. Вот. И таким образом я развернулся на очень узкой площадке. Вот. Большое спасибо помощникам. И следующей задачей, как мне казалось, было более сложное упражнение. Ну, честно говоря, загнал я себя в эту ситуацию сам. Больше из таких хулиганских побуждений. Вот мне вот захотелось просто испытать себя и технику и поставить все это в какие-то сложные условия, из которых нужно выкрутиться. Вот я был один такой, у которого случилось это приключение. Так вот, следующим упражнением был спуск. С уклона 30 градусов. И так как я на тягач одел цепи, существовала небольшая угроза того, что прицеп может потерять сцепление с дорогой, в отличие от тягача, и начать складываться. И вот все эти друзья нужны были для подстраховки, чтобы, если это случится, чтобы предотвратить эту ситуацию. Ну вот давайте посмотрим, как у нас это все происходило. Все, запись пошла. Почему вы все свалили, а? Давай, как спускаться надо? Значит, вчера мы поднимались, но вчера у нас не было цепей, и прицеп у нас не тормозил, потому что колеса не тормозили, когда прицеп сзади, а мы на подъеме. Сейчас у нас другая ситуация. Сейчас у нас цепи на машине, и мы будем спускаться вниз. Это значит, прицеп будет выполнять роль подтормаживателя. То есть он не будет давать сцепке юзам спускаться вниз. Потому что вчера прицеп, наоборот, нам все портил, а сейчас он будет, наоборот, нам помогать. Но это теория. Как будет на практике, мы сейчас проверим. Ну что, поехали? Так, здесь уклон, поворот направо. Сейчас кое-то градусов 35, наверное, точно. На видео, конечно, этого не видно. Но вот, если так вот по елкам сориентироваться. Так, мы поедем вон туда, вниз. Едет потихонечку, на пониженной передаче. Спуск проходит нормально, без скольжения. Так, у нас следующий этап препятствия. Еще больший уклон, чуть подальше. Сейчас дойдем до него. Доброе утро! Мне кажется, укатывал бы, уже снег спустится. Почему там? Это был бы люк какой-то, еще что-то. Ну, там сейчас тепло, в принципе, так-то. Так, ну, здесь правда чувствуется хороший уклон. Я иду задом. Уже так приходится ногами держать. Себя. Я иду. Я не знаю. Костя едет вот по Жарковке. Проскочить прямо Проскочить прямо Вот обратите внимание, как работает тормоз наката Колеса тягача крутятся То есть я на тормоз, на тягаче не нажимаю Но сцепное устройство прицепа уперлось в шарик Потому что прицеп под уклоном начинает давить на шарик фаркопа тягача И усилие, которое создается от давления сцепного устройства прицепа на шарик Передается на тормозную систему прицепа И вот видите, переднее колесо на передней оси зафиксировалось В дальнейшем все четыре колеса зафиксируются, но мы это уже не сняли Вот сейчас как раз самое начало И колеса передней оси пошли юзом Я вчера сюда приехал, но морду я поставил туда А слив у меня, слив канализационной воды с той стороны Таким образом у меня слив вспылись Вот здесь с этой стороны выше, чем вот тот коллектор Если бы я начал пользоваться водой То тогда бы она оттуда не слилась и там бы замерзла И кирдык канализации Но есть же подставки под колеса Подставку я поставил Все равно один градус он стоял вот так Не хватило Вот поэтому мне нужно было срочно морду поставить туда Сейчас я поставил правильно У меня канализационный слив как раз под уклоном вниз Это вот такой В итоге коллектор у меня все-таки замерз Никакие ершики, никакие уклоны, ничего не помогло Если сильный мороз, коллектор, который проходит под прицепом Имеется в виду горизонтальный коллектор Он в любом случае замерзает Способ борьбы с этим только один Отсоединение горизонтального коллектора от вертикального Значит, зимой, если вы собрались в путешествие И вокруг морозная погода То лучше его отсоединить заранее Конечно, когда шланг этот замерз То его оттуда выговаривать гораздо сложнее А так вы просто отсоединили И спокойно поехали И у вас канализация прекрасно работает Все, Константин, победа Еще у нас часто, когда мы зимой буксируем прицепы Вот туда попадает снег Когда он отцеплен А там напряжение 12 вольт, все дела Вот, поэтому Если вы отцепили, а потом поехали То это плохо Нужно все, чтобы там не было влаги никакой Папа, ты машину закрыл? Субтитры сделал DimaTorzok